Всем привет! С вами Юмилька. Будем смотреть новый ролик Мистера Биста. И он по-настоящему особенный, потому что мне заспилерили, кто в нем появится. И именно поэтому я прям сегодня планировала стрим только по Геншину. И, кстати, сейчас я стримлю, да. Но решила все-таки еще посмотреть его ролик и еще парочку. Я не буду вам говорить, кто именно тут появится. Вы сейчас охренеете, если вдруг не знаете. Я потому что охренела, когда это услышала. Все, давай смотреть Мистера. Мы отправимся на отдых за 250 тысяч долларов. А, он еще не пропалил. Он еще не пропалил. Ну, блин, мне очень жалко, что он не вставил этого человека на превью. Хотя, может быть, он хотел устроить сюрприз своим зрителям. Все, смотрим. Это прекрасно. Это вообще реально? И я покажу вам разницу между этим и отдыхом президентов за 100 тысяч долларов. Блин, я думала сохранить интригу так сейчас. А он сразу же все карты раскрыл буквально там на 12 секунде. Да, сэр. Отдых за 50 тысяч долларов, где Эйфелева башня будет полностью в нашем распоряжении. Я держусь изо всех сил. А начнем с отдыха за 1 доллар. Сюда, парни, наш курорт в этой хижине. Как минимум туда надо еще долететь. Да, душно немножко, но... Тут нет стен, Джимми. Ну, как бы, стены есть? Это мерзко. А если вы не верите, что это стоит доллар, смотрите. Эй, 93 цента. Я округлил. Врешь! Не доллар! За доллар мы получаем кровать, но, по сути, это просто матрас на досках. Сломанный шкаф, светильник, который вроде как работает. О, глянь-ка! И, наконец, странные шумы с потолка. Я услышал шум. На нашей крыше живет енот. Мне кажется, что большинство людей разозлились бы, будь в их номере енот. Но мы почему-то счастливы. Когда мы выселяемся. Ну, вообще он милый, но в то же время лучше не стоило просто так давать ему свои руки, потому что мог и укусить. Завтра. Помните, что тут будет в их номере енот, но мы почему-то счастливы. Когда мы выселяемся. Завтра. Помните, что далее в этом видео мы отправимся на отдых за 100 тысяч долларов и за 250 тысяч. А можно сразу переключить на этот момент? Нет, ведь мы должны страдать, чтобы зрители сравнили наше страдание с нашим счастьем. Они любят, когда мы страдаем. Мы все должны поместиться. Ну, на самом деле, я считаю, что все зрители любят, когда их любимые ютуберы страдают. Это факт. Это факт. На одной кровати? Хочешь четыре кровати? Плати четыре доллара. Во-первых, уберем песок. Я прям вспомнил. О, енотка им забежал! Сейчас. Тут только что пробежал енот. Зелаю вид, что... Не, ну а что они хотели? Он там будет на крыше, что ли, всю ночь сидеть? Ему тоже надо где-то спать. О, какой стоп-кадр интересный. Так вот, я что-то хотела сказать, но сбилась с мысли. Хотела сказать такую мысль, что в предыдущем видосе, где они проводили семь дней на плоту, они там сказали, что больше не хотят ночевать рядом друг с другом. И тут следующее видео. Не кричал как-то, девчонки. Далее у нас отдых, который обошелся в десять тысяч раз дороже. Ну, даже не показали, как они там спали, что они там делали. Добро пожаловать на курорт цена в десять тысяч за ночь. А было бы прикольно реально посмотреть, как бы они там мучились. О, боже. Как шикарно. Погоди, это еще что такое? В этом номере есть медузы. Окей, ну думаю, что это лишнее. О, а сам уже бассейн? Это частный бассейн. Разве это не похоже на сцену из фильма? Гостиничный номер с выходом на пляж. Это наш собственный пляж? Боже мой. Круто. Это невероятно. Тарик, с каких пор вода стала такой голубой? Я не знаю. На этом курорте все включено. Есть гигантская спарка. Парк полный фламинго. Ой, они дерутся. Фламинго. И обслуживание. Я, кстати, недавно рассказывала, как видела фламинго в реальной жизни. И опять же, если я когда-нибудь смонтирую влог на лайв-канал из Турции, вы тоже увидите фламинго. Без границ. Окей, чего желаете? Желаю все. Все? Единственный минус этого места. Все, что есть в этом мире? В нем нет енота. Привет, мой лоб. Но я не виню их за это. За 10 тысяч долларов на этом курорте каждый из нас получил собственный этаж в здании. Он этаж. Абсолютно такой же, как у Джимми, только наверху. О, у меня есть гамак. Ты тоже в бассейне. Думаю, я смогу лечь в гамак и не промокнуть. Не смог. Жизнь, к которой нужно стремиться. Вот так вот. Йо, смотри, какой вид. Крис! Три, два, один. Эй. Итак, я озвучу несколько правил. Правило номер один. В мой бассейн подушки не кидать. Да. Хорошие правила. Прошли, Тарик. А теперь о том, чем славится отель. Этот невероятный бассейн... Как шикарно. Вау. Круто. Висает над нашим личным пляжем. Почему вода не стекает за край? Безумно красиво. Там же стекло. Ощущаю себя отцом, который взял детей в отпуск и смотрит, как они плящутся в бассейне. Отдых за 10 тысяч долларов был безумным, но не таким безумным, как отдых на другом краю света. Итак, отдых за 50 тысяч долларов в Париже. Круто. И пакеты. Отдых за... Я так мечтаю побывать в Париже. У меня прям была цель некая попытаться в конце этого года или же, может быть, в следующем году туда попасть. Хотя бы на пару дней. Конечно, там надо делать шенгенскую визу. Само собой, билеты дорогущие. Но я очень хотела накопить на всё это. Но потом как-то и планы жизненные поменялись, и ситуация. Но в целом всё же хочется там побывать. Это же так круто вообще путешествовать по миру. Видеть разных людей, разную культуру. Разную... Вообще разные здания, архитектуру. 50 тысяч долларов начинается с частной поездки на роскошном пароме. Что это? Это двигатель? Бро, сейчас что? 1805-й? Тарик, Тарик, увеличь того чувака. Он снимает нас? Того чувака. Не машет в ответ. У тебя есть ютуб-канал? Кто-то подходит по отцу? Думаю, он не говорит на английском. Ну, зато знает мистер Биста, потому что, скорее всего, у него и французские субтитры 100%. Ну да, субтитры есть, и озвучка французская. Где-где-где тоже есть! Это вообще так классно, что его могут узнать в любом конце света. Топчик. В цену включена фантастическая еда, экскурсия по всему городу, ах да, и роскошный номер в отеле с потрясающим видом. Романтично, не так ли? Да. Поцелуйтесь с Чендлером. И, наконец, нас ждет очень дорогой сюрприз. Парни, вы, вероятно, думаете, это отдых за 50 тысяч, а мы еще явно не потратили 50 тысяч. Да, ну и в чем соль? Позади вас. Там Эйфелева башня. Да. Эйфелева башня полностью в нашем распоряжении. Погоди, правда? Да. Какую часть от 50 тысяч составляла башня? Почти всю. О-о-о-о, 43к. Мы на Эйфелевой башне. Мы как будто нарушители. Нет, я не шучу, она наша. Здесь больше никого нет, мы можем просто пройти под лентой. Незаконно как-то? В большинстве случаев... Ну, заплатив такую сумму денег... Полно народу. И поскольку все в нашем распоряжении, мы попытаемся забраться на башню. Я имею в виду самый верх. Парни, хватит игр, поднимаемся наверх. По пути наверх мы остановились на первом этаже на высоте 57 метров, где в нашем распоряжении был ресторан мирового класса. Мне нравится, что несмотря на то, что вся Эйфелевая башня была наша, нас все равно посадили в углу ресторана. Этот лифт спускается с вершины Эйфелевой башни. Выглядит устрашающе. Физам, откройся. Внутри это в целом так по-другому совсем выглядит, ощущается. Спасибо. Отсюда виден мой дом. Мы во Франции. Я вижу свой номер отеля. Я думала, у него есть домик во Франции. Хотя он реально мог бы себе это позволить. Видите, как мы высоко. Ой, уши закладывай. Если бы захотел. Так, так, ну и что у нас тут? О, боже мой! Отсюда виден весь город. Чуваки, это безумие. Смотри, сколько нам еще подниматься. Бро, это никогда не закончится. Не буду врать. Я думал, что мы уже на вершине. Поднимаемся. Теперь мы едем наверх. В свое время это было самое высокое здание в мире. Может мне подпрыгнуть? Нет, не двигайся. Не надо! Входите, парни. За мной. Отсюда. Не всегда в лифте найдется человек, который захочет вот это вот сказать про... А может быть мне подпрыгнуть? А может быть я подпрыгну? Выше лифта. Который заставляет всех сжать их булки. Нет, только лестница. И тут ветрено! Отвечу чатику, да. Я записываю сейчас реакцию на ютуб. Вот если бы ты был тоже на стриме, я бы и тебе ответила. Всем привет, ребятушки. А вообще, давайте быстренько так покажу чатик. Можете написать приветик, получается, сейчас ютубу, если успеете. А то сейчас уберу, уберу вот эту вот штучку и все, и не успеете. Привет, я с ютуба. Все, давайте продолжим дальше смотреть видосик. Мы высоко. О, боже мой. Вот еще немножко. Ой, там запрещенка. Ну, ладно, не совсем запрещенка, но не тензурненько было. Мы на высоте более 274 метров. Это высшая точка, на которую допускаются гражданские. Ну, раз мы арендовали башню на всю ночь... О, гражданские. А выше что там? У нас еще один сюрприз. Как думаете, что за этой дверью? Лестница. Я что... Сказал... Откуда ты знаешь? Мы видим ступень. Что? Да, там еще одна лестница. Но она ведет на самый верх, куда никого не пускают. Бог мой. Божечки. Боже мой. Нам точно сюда можно? Я не знаю. Как же страшно. Карниз здесь доходит мне до пояса. Я держусь изо всех сил. Я прекрасно понимаю, почему сюда не пускают туристов. На другом конце города стоит оператор с телеобъективом. Он находится более чем в километре. Если объектив достаточно хорош, то вы увидите, как мы машем рукой. Это стоит 50 тысяч долларов. Согласитесь, это круто. Это невероятно. Такой опыт бывает раз в жизни. Вы готовы к лучшему моменту? Я не знаю, почему у ютубера столько власти, но... Огни! О, началось! Это как дисконтетка. Огни, дешево! Парни, я не знаю, сработает ли эта команда, но... Выключите весь свет! Ого! Да он может просто все, что угодно сказать, и они, походу, сейчас это сделают. Полная темнота! Эйфелеву башню погасла! О чем думают сейчас миллионы французов? Эмм... Надо уходить с этой башни. Я не знаю, почему они дали мне столько власти. Далее мы летим в Швейцарию на водах за 100 тысяч долларов. Ооо! Но это не просто курорт. Это отель с пуленепробиваемыми окнами толщиной 5 сантиметров. Пуленепробиваемыми! Кнопкой тревоги. Наверное, всякие шишки отдыхают. Млокирующие все здание. И тут полно охраны, ведь в этом отеле отдыхают мировые лидеры и президенты. А тут еще и сайдмены оказались в городе, и я пригласил их с собой. Ооо! О мой бог! Тут пахнет еду. Честно говоря, я не знаю, кто это. Ой! У нас тут целый океан! Что? Безумие! Это самый дорогой пентхаус во всей Европе. Он занимает весь восьмой этаж. В нем десятки комнат, куча персонала, работающего круглосуточно. И повсюду безумная еда. Хочешь, сколько вкусняшек? Попробуй это. Ооо! Как вам эти парни по сравнению с восьмой... У него такое лицо было! Обычными гостями. В общем, они довольно глупы по сравнению с ними. Как я уже говорил, здесь отдыхали одни из самых влиятельных мировых лидеров. Это и прикольно, видеть вроде бы обычных ребят в таком лакшери местечке. Даже Билл Клинтон жил здесь. И его не убили. Тут весьма безопасно. Что касается безопасности, здесь пуленепробиваемые окна. Даже это? Пуленепробиваемые? А давайте проверим! Очень плотная? Очень прочная. Надеюсь. Я президент. У вас есть пистолет, чтобы выстрелить и проверить? А, еще можно разместить снайперов на крыше. У вас есть свои снайперы? Ого! Можешь вести переговоры от лица канала Сайдман? Я очень постараюсь. Да. Это поможет мне в переговорах. Я хотел бы купить... Блин, я знаю мало англоязычных ютуберов, поэтому не шарю даже, что этот канал делает, что там вообще происходит. Сколько просить пары? Ну давай, говори. 200 миллионов, Джимми. 200 миллионов. Так, стоп-стоп-стоп, я прослушала, мне кажется, какой-то момент. Можешь вести переговоры от лица канала Сайдман? Я очень постараюсь. Да. Это поможет мне в переговорах. Я хотел бы купить 10%. Сколько просить пары? Ну давай, говори. 200 миллионов, Джимми. 200 миллионов. Ладно, кнопка тревоги. Не буду врать, я хотел нажать эту кнопку с самого прихода. Мы все согласились, что это хорошая идея. Нет. Ты, Билл, Клинтон, и чувствуешь угрозу. Нажми кнопку тревоги. Хорошо. Он нажал ее? Там же и так стоит какой-то телохранитель, который похож на... Как его зовут? Из мстителей. Как его зовут? У меня из головы вылетело. Боже, напомните, сейчас спасайте положение, как, 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 как... Ник Фьюри, спасибо. Прям, ну, похож. Я одна это вижу. Посмотрите. Издалека. О, подождите, вон дверь закрывается. Благодарите, можно закрыть. Барни, вы там? Это ты, Нолан? Да, и теперь как будто захлопнулась. Я отошел на секунду. Какая кнопка открывать? Обычно, когда я паникую, что ничего не открывается. Если вы нажмете на кнопку снова, приедет полиция и выпишет большой штраф. Больше не нажимай. Я тут подумал, как бы президент мог попасть, например, в Макдональдс? Увидим, как перемещаются президенты. Сюда. Оказывается, когда ты президент, нужно везде ездить со своими телохранителями. Это значит, что когда ты едешь... Боже мой. У нас... Как нам узнать, в какую машину садиться? В третью или четвертую. В идеале, в третью или четвертую. А какая самая опасная? Первая. Ну, это логично. Ну, тебе стоит поехать первый. Не вопрос. Ладно. Кто хочет поехать со мной? Гарри, садись. Я вот слышала, ну, это то ли слух какой-то был, не знаю, правда это реально или нет. Ну, вот слышала, короче, что в Великобритании был какой-то подземный туннель для того, чтобы королевская семья могла куда-то ходить там и отдыхать бесспаливно в городе. Гарри Ченнелем. Уверен, что президент не сидит посередине. Обычно вместо вас едят мои телохранители, но и так сойдут. Просто втеснись, приятель. Втеснись. Какой президент ест в Макдональдс? А у тебя кнопка. Нам тут започат. Теперь нас могут попасть. Оказывается, когда едешь в президентском кортеже, многие обращают на тебя внимание. Как дела? Это безумие, чувак. Мне кажется, мы привлекли всеобщее внимание. Люди снимают, как будто ты президент. Поэтому в Макдональдсе было неловко. Простите. Но вот так вообще на Ника Фьюри не похож. А издалека как будто бы... Ну, может, моя фантазия немножко дорисовала. Что происходит? Не обращайте внимание на охрану. Джимми, для тебя это круче, а я филевая башня? Смотря, насколько вкусные тут наггетсы. Да, все места до этого были потрясающими, но они меркнут по сравнению со следующим. Наш последний отпуск снова на другом краю планеты. И сейчас мы в Японии на отдыхе за 250... А я же видела фотку как раз, где мистер Бист с Бьюти Пайм в Японии встретились точно. ...тысяч. Мы встретимся со специальным гостем, так что досмотрите до конца. Для начала мы забросили чемоданы в самый дорогой отель во всей Японии. Какой огромный. В комнате даже эхо. А после этого нам захотелось ознакомиться с Токио. Теперь мы будем гонять на Марио-картах по улицам. Круто! Мы арендовали частные Марио-карты, на которых можно погонять по улицам Японии. А они правила так не нарушают вообще никак? Люди на нас глазеют. Они не предназначены для улицы. Сбоку от меня едут настоящие машины. Посмотрите, как много людей переходит улицу. Это самый оживленный пешеходный переход в мире, а мы едем прямо по нему. Да! Мы на картах Токио! Карты! Бро, обожаю Японию! Сумасшедшее место! Прибыв на место назначения, мы встретились с мастером меча Йошиоки Сумита. Он тренируется с катаной уже 26 лет и согласился дать нам редкий урок самурайского искусства. Каждый из нас получил по катане и урок начался с техники замаха. Это оказывалось не так легко, как мы думали. Там же люди годами тренируются, чтобы наносить точные удары. Затем была моя очередь. Парни, как вы думаете, получится? Да, конечно. Ты сможешь. О, с первого раза! Видно, сразу смотрел много аниме. Посмотрим, как справятся парни. О! О! Молодцы! Кто я? А потом наш учитель подарил нам эту невероятную катану. Я этого не заслужил, но спасибо. А поскольку это отдых за четверть миллиона долларов, мы арендовали самого высококлассного суши-шефа в мире вместе со всем его плавучим рестораном. Круто! Тут подстаканник лыбит. Шеф-повар готовит прямо рядом с нашим столом. Возможность увидеть мастера за работой сделала ужин одним из самых незабываемых в моей жизни. О, мой бог. Нам сказали, что можно кормить птиц тунцом. Держи, малыш. Смотрите, он поймал в воздухе. И как только мы оплатили счет... Спасибо. ...мы отправились в самое безумное место, где я когда-либо был. Ладно, за мной. Я арендовал все место. Но сперва снимите носки. По сути, это музей, но для впечатлений. О, боже мой. Очень классная идея. Мурашки по коже. Мои глаза с трудом. Музей впечатлений. Звучит даже круто. Кто воспринимает это? Думаешь, такое видишь, когда умираешь? Возможно. А дальше что у нас? Обычно вот... И тут откуда-нибудь из-за угла выходит Пьюти Пал. В этом месте полно народу, но мы предоставили это место самим себе. Пожалуй, это лучшее, что мы когда-либо делали. Чувак, это рыба? Мы в бассейне, в музее, играем с анимированными рыбками. Это самое удивительное занятие для отдыха. Погоди, рыбки нас окружают? Необычно. Как они поняли, что нужно окружать нас? Они нас любят. А теперь они по всему. Вы, наверное, проголодались. Поэтому мы сейчас в ресторане, которым управляют роботы. Что? Меня зовут Пеппер. Мы можем присесть, Пеппер? Конечно. Ну, немножко жутковато, но и прикольно. На, давайте найдем удобное место. Мы забронировали весь ресторан, поэтому кроме нас здесь были лишь роботы-официанты. Приехал робот с едой. Погодите, значит, еду доставляет робот? Удивительно, пушистый робот. Пеппер почему-то очень пристально смотрит на Чендлера. Пеппер не любит Чендлера. Брой, я тебе ничего не сделал. Как не набрать вес, находясь в команде Мистера Биста? Ты постоянно кушаешь всякие вкусняшки и реально же понимаешь, что тебе может не предоставиться такого шанса в будущем. И реально же хочется как-то накушаться. Это безумие. Видите ли, у нас с Пьюти Паем давнее знакомство. Мистер Бист, я же думал, когда же ты появишься. Мы помогли ему в гонке подписчиков против канала Т-Сирис. Хватайте телефон, захотите на Ютьюб, исчезте Пьюти Пай и подписывайтесь. В конечном итоге мы даже догнали его. Да! Мистер Бист обошел меня по подписчикам. Теперь я понимаю ощущения других. Ничего страшного, он определенно заслужил тебя. И хотя мы давно дружим, мы никогда... Блин, это так мило, что несмотря на то, что они соревновались за первенство, и Мистер Бист как бы обошел Пьюти Пая, но все равно у них такие добрые взаимоотношения. Это круто. Они встречались лично. И раз это такая долгожданная встреча... Я арендовал весь этот парк развлечений. Это Фудзик Ю Хайленд. Парк с самыми страшными аттракционами во всей Японии. Каждый день тут очереди из тысяч людей, но сегодня... О, не имею. О, боже, стоп. Это герои... Я только поняла, что это герои Наруто так стилилизованы. Круто. Классные образы. Мне я арендовал весь... Там какаще болцу надо... А-а-а. Парк только для нас. Можете кататься... Охренеть, я бы хотела там побывать. Кататься на чем хотите. Я еще не закончил, но он уже ушел. Я буду кататься на этих горках один. Перед вами самый крутой в мире спуск на американских горках. Тебе страшно? Да! И сенись! А-а-а! Я за него боюсь. Блин, с одной стороны реально страшно, но и хочется попробовать прокатиться. Но главное, что безопасно все это было. И как я и обещал, отец Ютьюба, Юдипай, встретил нас в парке. Немного позже, чем планировалось, потому что я написал ему не то время. Прости, Феликс. И он хотел прокатиться на самой безумной горке. Почему ты боишься? Я очень боюсь американских горок. Это даже не переворачивается. Я прокачусь, если Феликс тоже... Так необычных мест видеть. Привет! Я в ужасе. Ладно, ладно. Если я умру на этих горках, вы, парни, будете чувствовать себя ужасно. Тут надо обувь снимать? Все, что может слететь. Вот как понять, что это не шутки. На этом аттракционе нам даже не доверяют обувь. Ты сможешь. Все будет норм. Не будет. Это мой худший кошмар. Я бы на его месте еще толстовочку сняла. А там спотеет от страха. Мне страшно, страшно, я не хочу. Ты меня пугаешь. Вдвоем еще так снимок. Главное, смотри, чтобы тебя не вырвало. Я в ужасе. Да. А можно выбрать другую? Мы могли выбрать горку поспокойнее. Я понятия не имею, что это за горка. В одном месте есть спуск под 90 градусов. Типа, понимаете, два самых крутых ютубера вместе. Это вообще прям разрыв всего. Сидят такие вдвоем вроде бы обычные ребята, обычные парни, у которых такое огромное количество подписчиков. Такие, можно сказать, деньги у них даже крутятся. Но они, несмотря на все это, обычные парни. Мне Джимми даже кажется таким стесняшкой, что ли. Особенно сейчас, когда он вместе с Пьедипаем. Ну, не знаю, у меня такое впечатление. Это так круто. Ты меня пугаешь. А что ты меня втянул? Ты меня сюда пригласил. А что это у него такое там висит? Не смешите. Что мы не знали? Что? Нет! Что горка движется задом наперед? Почему ты не взялся? Зачем я согласился? Спасите! Я бы туда не пошла, честно. Это смешно. Смотреть на это, наблюдать на спину еще так ехать. Ужас. О, боже мой. Феликс, что вы натворили? Я плачу. Лучше американские горки. У меня слезы из глаз. Да. Было предо познакомиться, Джимми. Я пошел. Ты орал. А чего он так быстро ушел, получается? На первом подъеме. Ну, блин, страшней же. Что? О, это... Спасняшка и в Японии есть? Я никогда не ел жевательный картофель. Вот тебе надо, что обошел меня. Феликс, прости, что обошел тебя. Ну, не нужно угрожать мне насилием. Я думала, он скажет, не нужно угрожать мне картошкой. Это был отдых за 250 тысяч долларов. Феликс, оформишь переход? Профист. Субтитры сделал DimaTorzok Переведите, пожалуйста, в чатике, кто нормально знает английский язык, потому что я не до конца поняла. Видос... Боже мой, он восхитительный. Я уже поставила лайк. Ты тоже будешь это сделать. Я прям была рада увидеть их вместе. И очень жалко, что они как-то очень мало между собой коммуницировали. И то, что видосы шел всего 16 минут. Обогнать Тесилис. А, во, спасибо большое, что написали в чатике. Просто топчик, боже. Я не знаю, у меня столько эмоций. И в целом от своего ролика, от отдыха и от того, что они встретились. Пиши в комментах, что думаешь. И с тобой была Юмилька. Спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok